Сегодняшнее видео я записываю вместе с компанией Faberlic, и сегодня с помощью косметики Faberlic мы все эти тренды будем опробовать на моем лице. Итак, давайте скорее начнем. Итак, первый антитренд, что же сейчас совсем не в моде? Это яркий неестественный хайлайтер. В принципе, мы с вами уже несколько раз говорили про антитренды, и я вам рассказывала, что в свое время яркий хайлайтер был очень-очень модным. И на самом деле мне до сих пор нравятся яркие хайлайтеры, которые прям так сияют, что вас видно из космоса, но тем не менее это уже немножко ушло в прошлое. Если раньше вы могли открыть, наверное, канал любого, ну допустим, американского бьюти-блогера и увидеть там красивый такой блестящий хайлайтер, то сейчас все намного более естественно. Сейчас в моду вошел такой влажный, очень здоровый блеск лица, но даже блеск, наверное, это неправильное слово, сияние лица, как будто у вас лицо покрыто, знаете, такой росой, как будто вы вся такая свеженькая и очень, конечно, приятная. Вообще, даже в Корее этот тренд вошел в моду несколько лет назад, и там есть свое название для такого макияжа. Он называется глаз скин или стеклянная кожа, и сегодня мы изобразим влажное сияние на моем лице с помощью двух средств. Это будет вот такой биби-праймер, это сияющая база под макияж, которая, ну, собственно, придаст нашему лицу сияние. И второе средство, это будет вот такой корректирующий CC-крем. Он увлажняет кожу и просто выравнивает тон лица. Почему мы используем эти два средства вместе? Потому что они оба легкие, и они будут смотреться очень здорово на лице, но при этом не будут его перегружать. Итак, давайте начнем с праймера. Знаете, если бы это был обычный праймер, я бы его, наверное, не наносила на все лицо, потому что я считаю, что в этом, в принципе, нет необходимости. Но так как это именно сияющая база, я люблю, чтобы все лицо сияло, поэтому я его наношу именно таким образом. Если вы, например, любите, когда просто, ну, допустим, скулы у вас сияют или немножко кончик носа, вы, соответственно, можете варьировать зоны нанесения и наносить вот только там сюда, сюда, может быть, немножко на подбородок. Дальше я наношу на все лицо CC-крем. Кстати говоря, я люблю наносить CC и BB-кремы именно при помощи пальцев, просто потому что мне так больше нравится. Но если вам больше нравится наносить их кистью или спонжем, то делайте так, как удобно вам.